О, а где новый айф он не поняла? Так папа же забрал его, поехал клеить стекло и брать еще один 13 про Макс. Еще один? Но неплохо так. Ну в таком цвете мама телефон. А вот и мой. Одночка. Ребят, у меня хорошая новость. У нас пополнение в яблочном семействе. Да, еще один айфончик 13 про Макс в графитовом цвете. Новенький, запечатанный. Смотрите, какого цвета выбрал чехол. Классный, ну почти как у меня. У меня тоже зеленый, у меня темно-зеленый. А я взял вот такой. Попробую тоже кожаный, кожаного еще не было. Здесь уже наклеено защитное стекло. Все четенько, все классно, красиво. Отлично. Пожалуйста. Настя, как там говоришь? АСМР? Да, АСМР. С этой стороны. У нас обычно этим процессом занимается Настя или Саша. АСМР. Уже пленочек нету. Уже все. АСМР. О, да, я сделаю АСМР вот так. Реально. Я думала он потемнее. Я тоже думал. Это графитовый цвет. Точно. Красивый. Ого. Он как металл какой-то цвет. Прикольный. Очень классный. Темно-серый такой. Вау. Пару дней назад я точно так же открывала. Ну, в комплекте еще. Макулатура, наклеечки и USB Type-C на лотник. С зарядками у нас, конечно, уже проблем нет, потому что яблочек у нас уже хватает. Да. Так, ну что, ну что, оденем чехольчик? Да, давай. Так, посмотрим, какой цвет. Подходит, подходит. Так, у меня, конечно, немножечко волнение. Случайно нажал на кнопочку запуска. Apple. Apple, Apple, Apple. А ну-ка, положи, как сзади. Все, сел. Так, и hello. Hello. Опять hello. Привет. Привет, дружа. Я твой новый властник. Вау, как классно. Вообще достойно, правда? Нужно передавать телефон в руки Александру. Настраиваем телефончик, перекидываем все фотки, настройки и все проще. Так, нам надо этот язык 100%. Да, китайский. В нашем семействе яблочек прибавилось. Сразу два экземпляра. Голубой и графитовый. О, незаменимые вещи для нашей работы. Нужно больше снимать видосиков. Фоточек классных. Настраиваем телефон. Вы видите? Разблокировать и продолжить. Face ID. Привет. И все. Идет настройка перекидывания данных. Вот, делаем последний стрих. Точнее, один из последних. Красиво. Просто приложил телефон к телефону и информация уже считывается. Перекидывается. Давайте сравним камеры. Вот 11-й Pro Max и 13-й Pro Max. Ну, конечно. Прям разница видна. А ну-ка, 9-й, приложи свой XR-чик. А, сейчас. Ой! Одноглазый. Обострюг. Настюш, у тебя тоже классный смартфон. Ты много на него снимаешь, много проводишь тоже с ним времени, учишься. Обновление уже установлено. Продолжить. Добро пожаловать! Поздравляем, папа, с обновкой. Ты знаешь, какие интересные факты есть в новом айфоне? Нет. Короче, смотрите, друзья, и Настя. У него укороченная челка на 20%. Это что такое? Вы посмотрите. Что такое? Вот так вот. Как у меня. Вот вверху, видите? И как у вас. Да, видно, круто. Да, это первый интересный такой забавный факт. Дальше из интересного... О, кстати, у папы еще не настроены фильтры. Да, можно выбрать стиль. Разные стили фотографий есть. Насыщенный, стандартный. Ну, давайте для начала стандартный возьмем. Короче, камера бомбическая. Самая офигенная, красивая. Есть интересный эффект, называется киноэффект. Да, я таким пользуюсь. То есть, вот, Настя, посмотри на меня. Когда выбираешь функцию киноэффекта, он фокусируется конкретно на лицо, а задние части или боковые части они размывают? Ну, когда ты снимаешь в движении, то оно очень размывает, долго ищет фокус. Ну да, ему надо сфокусироваться на каком-то объекте. Также тут встроенные датчики лидар, датчик лидар, который классно сканирует всю местность. И проводились эксперименты даже в темных, то есть без света местах. Он сканирует местность и может показать тебе на телефоне всю область или комнату, которую он просканировал самой камерой. И еще новое, обои специально на 13-й промокс. Новые обои, да. Как же мы их поделим, а? Как распределим? Ну, давай. О, все. Так, ну, не знаю. По старшинству, вот это папе, это вот маме, ну, меня мой устраивает, Настя. А вы не против, если я возьму вот этот, попользоваться? Ну, или не попользоваться, а взять его себе? Конечно, не против. С этим что делаем? Настюш, у тебя, кстати, неплохой смартфон, но если хочешь немножечко обновиться, то можешь попользоваться пока маминым эйфоном, окей? Хорошо, да. А в каком цвете, ты помнишь? Конечно, в золотом. Так, давайте сейчас снимем. Этот чехол тебя устраивает? Не, не, не так, Настя. А где? Ну, знаешь, хотелось бы, конечно, поменять чехол, вот, поэтому скоро купим новый, хорошо? Настюш, я думаю, тебе подошел бы прозрачный чехол. Да, я как раз хотела прозрачный. А давайте посмотрим, у кого сколько фотографий, например, в телефоне, давай? Вот, хорошая идея, давайте. Я знаю, в этом конкурсе победит точно мама. А, это стоп. Если выбирать память смартфона, то маме нужно, наверное, самое больше выбирать, потому что у нее и фоточки, и видосики, и на свой аккаунт, и на аккаунт Настя снимает. Так, ну у меня 341 фотка и 134 видео. Ну, у меня немножко больше 20 тысяч фотографий. Да, реально? Ну, погоди. В общем, у меня 5423 файла. То есть, 4707 фотографий и 716 видео. У меня 9000 фоток и 1200 видео. Но у меня меньше всего. Ну, а у мамы получается 18700 фоток и 2200 видео. Ровно в два раза больше, чем у меня. И при этом мне нужно еще удалить процентов 80. И мне тоже надо много чего удалить. Сразу видно, кто как работает. Или кто так мучает айфоны. О, и так еще сфоткаю. О, и так. А тут хорошо получилось. А тут солнышко не так. Ой, а тут надо... Это все для вдохновения, это все для инстаграма. Хорошо, значит, давайте еще предложение. А давайте посмотрим, у кого сколько приложений на айфонах. Так, вот мои приложения, которыми я больше всего пользуюсь. Это YouTube Music, YouTube, CapCut, Snapchat, Like, Viber. Ну, и также Toco World и Roblox. Давайте сейчас во что-то поиграем. Расскажи про нестандартные приложения, те, которых у меня, например, нет. Ну, например, давай вот это. Это программа, здесь можно строить всякие дома, создавать что-то. Вот у меня есть один проект, но пока что я его не доделала. Ты дом строишь? Ну, да. Или квартиру большую? Ну, не знаю, честно говоря, это и так, и так можно назвать. Дальше, еще одно приложение. Тут можно выбрать фоточку, вставить, сделать... Давайте вот, например, котика. Видите, можно сделать... Посветлее. Да. И потом срисовывать. То есть на листочке его срисовывать. Интересно. И чтобы у тебя получилась вот такая вот картина. Я не знала о таком приложении. Дальше, ну, не знаю, что тебе еще можно показать. Масочки, Snapchat. Давай. Так, мне нравится вот такая вот масочка. А вот эта такая симпатичная. Вот эта очень прикольная, забавная. И вот эта вот с котиком классная. Хотела бы себе такое домашнее животное? Ну, мне хватает. Котеночек у нас есть. Да. И еще вот эта вот классная. Вау. Ну, и также есть... Так. Вот. Есть еще Roblox. Это... В игре можно играть в всякие игры. У меня на экране все в папочках. Все красивенько, культурненько. И... Смотрите, вот приложения, которыми я пользуюсь больше всего. Там Instagram, YouTube, Viber, там, Discord. Discord – это программа для общения с друзьями в играх. Ну, программа для общения. Можно, в принципе, и уроки тут проводить. Вот. Я общаюсь с друзьями. Такого приложения у меня тоже нет. Так как я в игры не играю. Такого приложения у тебя нет. Дальше у меня папка с играми. Огромная папка. Ну, и разные. Тут у меня тоже очень много приложений. Тоже интересная тема. И папочка с школьными принадлежностями. Тоже интересная тема. А еще есть заметки с фильмами, которые я посмотрел и поставил в своей оценке. Молодец. Классно. Еще есть на главной странице у меня приложение от моей школы. Точнее, вот главная сторинка. Мы переходим. И можно посмотреть как и дневник, так и меню школьное. Вот, в принципе, вот так выглядит мой дневник. Можно посмотреть домашку. Домашка, записано, что задали. Родители тоже заходят. Смотрим, что дети покушали. Да, все оценки. Какую оценку получили. Сделали Саша или Настя домашку. Кстати, Саша, тебе сегодня нужно делать домашку. Я знаю. Можно также тут общаться с учителями. Ну, то есть, просто написать им сообщение. Им приходят и... Ну, типа, спрашиваешь по домашке или какое-то дополнительное задание. Как-то так. У меня небольшая проблемка, потому что телефон-то запустился, но не все приложения мои обновились. Ну, в принципе, для меня важны мессенджеры всякие, так как мы общаемся и по работе очень много, и с родными, и с близкими. Вайбер, Телеграм, Матсап, это 100% нужно. Инстаграм, понятно. Свой не особо веду, но смотрим за Инстаграмом нашей Малиты Настей. Да, и Саша Шоу. Как он называется, вот пишу здесь. Смотрите, подписывайтесь. Малита Настя, Саша Шоу. Саша Шоу и все остальные наши Инстаграмчики есть в описании к нашим видосикам, как всегда. Ну, почта обычная. Иногда с Сашей в покер рубимся. Очень важное для меня приложение MagoGo, потому что здесь я смотрю свои любимые футболы. Чемпионат Испании, чемпионат Украины. Возможно, детям это неинтересно, но я рассказываю о себе. Для меня это важно. Фильмы смотрим. Сейчас будем смотреть «Голос Краины», кстати, тоже нашим приложением. Да, часто пользуешься приложением Vice. Да, вот, незаменимая вещь Vice. Кстати, пока не обновлено, можно показать, у Саши есть на смартфоне. В дорогу, в любой путь указываем, выезжаем, все про счет, расчет, куда выехать. Очень классно. Заведет в любую точку. Не только в нашей стране, но и по Европе, знаю, можно и по всему миру пользоваться. Главное, наличие интернета и куда хочешь, можно доехать. Да, вот. Именно это приложение папе понравилось больше всего. Да, есть всякие маршрутизаторы, но почему-то на Vice я подсел уже больше 4 лет. Она у меня в моих смартфонах, так что мне очень нравится. Еще важная штучка у меня тут есть, просто бомба, играю вот эту игру. Это футбол, называется Dream League Soccer. Сейчас уже начинал с 2018 года, сейчас уже 22, я уже прошел 4 уровня, 4 года, так что мне очень нравится. Здесь очень жаль, что я не могу сейчас вам включить и показать, как мы рубимся. Можно и онлайн играть с игроками, можно проходить карьеру самому. Ну, я сижу на этом приложении очень часто. А у тебя там что? Давайте посмотрим, что у мамы. У мамы стандарт. Мама пользуется в телефоне больше всего камерой, снимает разные сторис для Настюши, для ее инстаграма, для своего инстаграма. Сейчас мы фотографируем. Смотрите, кто у меня здесь, а? Здесь у меня Настюша, это видосики для шорс в ютуб. Здесь у нас котенок наш любимый. Мой пушистик маленький. Кстати, может мы один смартфон Тиму отдадим, который у нас остался свободный. Здесь мама при помощи киноэффекта снимает свои цветы комнатные для инстаграма. Меня тут почти нету, смотрите, кто тут у нас. У нас здесь Май Литл Настя, Май Литл Настя. Да. Распаковка подарка и вкусняшки. Да, вот это блюдо я хотел сказать, мама делала, очень вкусное, нам всем понравилось. Здесь мама готовила очень вкусный вид с коветочками. Мы маме насыпали кучу майков, так что на следующем деле обязательно делаем такое же блюдо. Не, мама делает, мы кушаем, мы помогаем. Так что вы играете в игры, а мама... Работает. А мама готовит, мама ухаживает за растениями. Получился у нас финиш. Часто пользуюсь инстаграмом. Смотрите, сразу Настюшина страница. И мамина. И моя страничка. Так, ютюб, конечно же, вайбер. Настюшин лайки. Да, она иногда смотрит то, что я снимаю. Телеграмчик. И ютюб. Дуолингу мама иногда. Да, мама подучает здесь английский язык. Да, и папа тоже. И Настя, и Саша. Настя тоже занимается в дуолингу. Надо пройти, а то у тебя огонек не светит. Да, да, сегодня надо пройти обязательно. У меня каждый раз огонечек. Ну что, играем? Да. В какую игру играете? В Роблокс. Обязательно в Роблокс. Так, всё, заходим. Я вам хочу показать моего персонажа. Вот, этот весь кин у меня за Роблоксы. Вот. Он мне очень сильно нравится. Там уже кто-то пишет. Давайте, например, поиграем вот эту игру. Тут есть разные таворы. То есть испытания. Сейчас оно загрузится. Настя играет в Роблокс, а я в её годы начинал с охоты и гонок на компьютере. Да, не в её годы, Саша. Ты с трёх лет играл эту охоту. Я уже наверху очки. Главное, что тут есть второй шанс. Ну, можно много раз, конечно, зацепиться в лазе. Но ничего. И в чём суть этой игры, Настя? А здесь, типа, ты проходишь всякие уровни. Вот, видишь, например, прыгаю на вот этих вот штучках. А этот дом ты тоже строила? Нет, это разработчик этой игры строил. Какой-то человек создал, Сергей. Хочу сказать от себя. Настя больше всего времени проводит в смартфоне в приложении. Каком, Настя? В лайки. Роблокс и лайк. Да, ребята, она столько сливает всяких вот этих видосиков, прикольчиков. И хочу сказать, что она всё делает это сама. Мы с мамой немножко корректируем, подсматриваем, смотрим, чтобы всё было в порядке. Но она сама этим занимается. И молодец. Кстати, кто ещё не подписан на аккаунт Настюши в лайки? Майкл Настя. Да, он так и называется. Сейчас я покажу. А покажи какое-то интересное видео. Кстати, вот, у меня уже вот такое вот количество подписчиков за полтора года. Нет, даже за два года. В принципе, это нормально. У меня ещё есть такие смешные видосики. Правда, я их снимала давно. Но хочу тоже что-то ещё раз снять. Давайте погромче. Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну вот, такое вот видео. А вот ещё одно очень прикольное и смешное видео. Марина Геннадьевна, мне кажется, два плюс два будет четыре, а не пять. Два плюс два равно сколько? Ага, четыре. Вот я и говорю, как тебе отдыхается, подружечка? Это уже какая парка? А это третья, это уже четвёртая. Математика или русский? Ничего не вижу, ничего не понятно. На четвёртой парке никто ничего не видит. И вот, самое интересное. А кто, кто его просил? Да, а она как поступила? Да. Конечно, он в ответ так и сделал. Конечно. На пятой парке можно и поспать, и покушать. Да, никто не поспал. Поразговаривать на свои темы, да? Да. Ты на какой парке сидишь? Сейчас. Ну где-то третья вроде была. Третья? Ну вы часто пересаживаетесь. Да. Недавно ты сидела на первой парке, когда я захотела к вам. Да, сейчас я уже на третьей, и может быть, скоро я уже обменяюсь с кем-то, и буду либо на первой, либо на второй. Посмотрю. Так, во что я давненько не играла? О, вот это. Здесь у нас тавер в эстетичных тонах. Клауд тавер. Она такая интересная. Такой легкий тут паркур. И хорошо, что тут есть пружинка бесплатная. Ай, я упала! Тут очень много лазеров. Так, давайте сюда запрыгнем. И прыжок. Облачка. Ой, как это так? Ребят, а вы любите проходить всякие таверы в Роблоксе? И вообще, есть у вас эта игра? Так. Так. Прыжок. Эту игру я, конечно, уже второй раз играю, но она мне очень сильно нравится. Так, главное сейчас. Ух, получилось. Так, давайте уже без пружинки попробуем, а то она очень сильно мне помогает. Хочется уже как-то пройти без пружинки. О, получилось. Ладно, ребят, я буду дальше играть. А у кого уже вечер или ночь, всем споки-ноки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...